здравствуйте виноградали с вами снова Юрий Игрудин сегодня хочу показать вам один прием по переносу куста винограда с одного места на другое в литературе такой прием носит название катавлак единственное у меня не будет такой классический катавлак больше это будет похоже на отводок на постоянное место без отделения от маточного куста вот так сложно может я наговорил но посмотрите прием довольно интересный он может нам сберечь очень много времени выращивания винограда но и давайте сначала проведу небольшой обзор вот куста который перед вами вот у меня две плоскости обратите внимание вот у меня первое соцветие еще вот в эту сторону приблизительно один метр и посмотрим видите вот это все и вот до того места где на земле лежат побеги это все один куст то есть расстояние между крайними точками составляет 6 метров причем у меня две плоскости если перевести на одну плоскость то это 12 метров шпалеры вот в данный момент на этом кусте 80 побегов вообще в прошлом году я собирался выкорчевать этот сорт довольно уже старый сорт носит название восторг но дело в том что это очень беспроблемный сорт этот сорт практически не болеет болезнями ну по крайней мере у меня не требуется никакие дополнительные операции по прореживанию гроздей либо наоборот не требуется дополнительное опыление грозди правда не очень большие до килограмма ну где-то 0 8 килограмма и самое главное достоинство какие бы не были дожди этот сорт вообще не трещит у меня на моем винограднике он единственно этот куст и ни разу за все время уже около 15 лет ни разу ни одной ягоды треснутой на нем я не видел чтобы не было вокруг как бы не трещали остальные сорта этот не трещит вообще я бы этот куст и не трогал но вот смотрите видите вот на ближнем плане вот я уже подсадил новый куст и в этом году к осени я уже надеюсь сформировать здесь первые рукава ну естественно этому кусту нужно будет место вот у меня подземный воздушный канал в котором я прячу на зиму лозы и обратите внимание видите куст старый и он находится не в ряду то есть он находится рядом и вот в этом и проблема этого куста дальше я канал такой воздушный делать не могу мне либо нужно выкорчевать куст посадить новый либо каким-то образом перенести пересадить этот куст и так как же я проведу перенос этого куста на новое место вот давайте подойдем вот голове куста и посмотрим и так вот у нас здесь такая старая голова куста много рукавов а вот здесь видите я сделал канавку и вот там один рукав я пригнул пришпилил его уже выкопал канавку глубиной вот здесь где-то сантиметров тридцать а дальше поглубже сантиметров сорок пять вот такая у нас канавка вот здесь у меня будет как бы посадочная яма и здесь я оставил смотрите раз два три четыре пять побегов 5 зеленых побегов теперь все это засыпаю вывожу вот эти пять побегов вот так как они есть с верхушками роста ничего не чеканью единственная удалился пасынки вот в этом году мне нужно вырастить здесь максимально длинные побеги следующее вот в этой яме вот здесь у меня будут образовываться корни но связь с маточным кустом этот рукав терять не будет вот видите рукава которые уходят в левую сторону это будет все срезано короче будет срезано все кроме вот того рукава который я буду прикапывать и есть там еще один рукав который подходит мне он будет в ряду а вот у меня где ряд видите вот там приблизительно в том месте вот скорее что вот какой-то из этих рукавов я еще оставлю и как я уже говорил нагрузка на этот куст очень большая в этом году 80 побегов и вот если бы я оставил эту корневую на будущий год оставил бы как я уже говорил всего лишь 10 побегов то естественно эти 10 побегов будут жировать а я хочу получить вот эти побеги длинными то есть практически у меня будет 5 рукавов и если мне удастся на каждом из этих побегов выше верхней проволоки оставить по 10 глазков то это будет уже целых 50 глазков я и в будущем году смогу нагрузить этот куст хорошо то есть мне не будет жирующих побегов и скорее всего я даже не потеряю урожай ну естественно он будет чуть меньше вот эту голову куста я здесь все обрежу засыплю сначала песком а затем просто засыплю почвой и вот эта голова куста она будет немножко сбоку ряда она будет засыпана землей и вот все время пока у меня вот этот новый куст который получается я как бы пересаживаю на новое место будет расти он будет иметь связь вот через этот рукав со старой корневой системой то есть так как я вот эту всю часть обрезаю то видите я уже говорил об этом кусте вот у меня новый куст и этот новый куст получит вот это все место которое сейчас занимает этот куст ну и что больше никаких операций ничего удобрять не буду просто засыпаю почвой засыпаю почти полностью яму но оставляю столько сколько мне нужно побеги сразу распределяю влево вправо туда куда мне нужно по количеству побегов я сказал вам сознательно оставил много побегов для того чтобы в будущем году этот куст нагрузить нагрузить по максимуму чтобы он не жировал и чтобы я получил с него урожай и в будущем году ну вот и все я закончил на сегодня залил очень хорошо водой вода пока впитается в эту канаву и в эту яму затем подсыплю еще почвой вот там осталось немножко развел от видите таким образом побеги будущее рукава кстати вот эти побеги уже достают вот до нижней проволоки то есть по времени они должны вырасти как раз той длины которая мне и нужна но даже если будут немножко коротковат и ничего страшного то есть в любом случае если у меня будет вот такие пять хороших вызревших побегов будущем году уже вот этот куст перенесенный но который имеет вот ту старую корневую систему мощную хотя она будет питаться всего лишь через один рукав поэтому конечно вот этот куст будет расти немного послабее но тем не менее в будущем году я уже получил какой-то урожай и самое главное я оставляю себе этот куст переношу его и вот рядом куст который я вам показывал молодой куст будет плодоносить уже на своем новом месте пока что побеги лежат на земле но я им дал сразу видите такое направление чтобы укрывать на зиму чтобы они у меня поместились в воздушный канал который я надеюсь что здесь все-таки сделаю но в будущем году куст уже будет вот на этом новом месте и вот так это будет выглядеть со стороны вот у меня воздушный канал подземный вот у меня голова куста вот у меня рукава которые я срежу осенью оставлю вот только один прикопанный рукав и вот там у меня голова нового куста а вот эта вся надземная часть будет удалена но естественно вот на этом месте у меня уже подсаженный новый куст в будущем году будет у него первое плодоношение поэтому приходится готовить ему место вот такая как мне кажется довольно интересная операция по переносу куста на новое место к тому же практически без потери урожая а с вами был юрий ягрудин до скорой встречи до свидания пока Ceciplinar - Продолжение следует...